В Бельгии, Брюссель, с Москвы, с Брюсселя в Канкун, с Канкуна Мехико. Из Брюсселя летели транзитом? Да. Когда въезжали в Канкун, как проходили границы? В Канкун проходил границу без проблем. Никаких проблем не было. Прошел, пограничники меня остановили, я отдал паспорт. Они на испанском мне сказали, я говорю, Савин атлета, парадайкиста, что-то такое. Это парашютность, я сам занимаюсь парашютным спортом. У меня есть все соответствующие документы, лицензии. Я состою в членстве Российской Федерации парашютного спорта. Ну, может, меня спасло, может быть, это, может быть, и виза, может, и я. Может, и офицер хороший попался. То, что говорят, там на границе проблемы будут в Мексике, не знаю. Вначале думал, боялся. В Брусселе, например, никаких проблем на погранслужбе не было. Он даже пограничник взял мой паспорт, смотрит, Таджикистан, Узбекистан. Я говорю, нет, Кыргызстан. Казахстан, я говорю, есть. Он такой, а, куда, говорит, я говорю. В Мехико, говорю, в Канкун. Парашютизе, я говорю, скайдайвер. А, все, отлично, говорит. В Канкун сколько были? В Канкуне я был, находился. Я пролетел с 13-го, 14-го, 15-го, 3 дня был. Я знаю, что вы там нашли кого-то, кто помог. Да, блин, я думал, все, почему-то, когда я находился в Москве, все меня пугали. Там, в Мексике, там, опасно. Там, одни головорезы, там, могут тебя увидеть, там, блин. Я говорю, блин, лучше меня бишкейка убили бы. Что теперь, они, что меня в Мексике убьют? Ну, страх был все равно. Когда я вышел с аэропорта, в Канкуне, ничего не знаю, не знаю язык испанский. Что делать, ну, с английским тоже чуть-чуть слабовато, конечно. Ну, так, бытовые, я знаю, как с ним, дай хлеб, там, как доехать, сколько стоит. Вышел с аэропорта и взял такси. Я по букингу забронировал место, отель, ну, в частном секторе. Приехал, меня там встретили. Семья очень хорошая, женщина с дочкой. Дали мне номер хороший, там, две комнаты, ванна, туалет, там, вай-фай. Во дворе у них столько фруктов. Сколько обошлось? Обошлось мне вот это все, 1500 песов. Чуть даже меньше 100 долларов. За все, за день или за... Нет, за три дня. За три дня. За три, включая, там, они на своей машине, у меня, на их машине, мы выехали в город, они мне в город показали, покатались. Говорит, если хочешь, говорит, можешь здесь погулять, вечером сюда не ходи, вечером можешь сюда ходить. Ну, люди хорошие, классные. Они сказали, там, приезжай еще, приходи, друзьями. Они еще мне билет купили в Мехико. Я не знал, моя карта. Сколько получился билет? Билет получился 102 доллара. Это что за авиакомпионат? Виво. На Виво? Да, Виво. Ну, я попросил дочку от хозяйки, я говорю, можете мне, у меня карту заблокировали. У меня виза-карта заблокировалась. И я попросил ее, она говорит, да, без проблем, сразу же она через телефон купила мне билет онлайн, я сразу ей отдал деньги. Она говорит, сейчас подожди тебя, говорит, с этим не пустит. Она поехала куда-то, уехала через час, вернулась, распечатала мне билеты все. Вот ваш билет, потом она отвезла меня в аэропорт. А сейчас мы в Мехико-Сити, где больше понравился, в Канкуне? В Канкуне. Купались? Нет, не успел, честно, я занимался, язык-вязык чуть-чуть поучил, начал дома лежал, ну, никакого настроя не было уходить. Жара просто, в Мехико сейчас прохладно, а там невозможно было выходить на улицу днем. В Мехико как в августе в России, хорошая погода. А нас как нашли? Вас нашел я через интернет, это было в 2017 году, я еще в октябре нашел. Связался с Катей, Катя посоветовала, потом я пролетел, встретился с Василием и начали работать. Те, кто сейчас находится в Кыргызстане и хочет поехать, кому уже нельзя оставаться у себя на родине, если здесь проблема, что бы рекомендовать? У кого есть проблемы, я думаю, я хочу сказать, чтобы они связались с компанией «Атлант». Она находится в Москве, можно легко найти, мистера Достоевская, Менделейская, Обрасова 7. Заходишь, охрана там, звони «Атланту» орет, «Атланту» звонишь, он сразу везли его пропускает, проходите. И в «Атланте» встречает Алексей добрый, веселый, недавно Алексей меня угостил чаем с Китаем. Итак, я перейду к другой части нашего общения. Итак, друзья, я обращаюсь к коллегам-журналистам, к правозащитным организациям Соединенных Штатов, к тем, кому будут интересны материалы. Человек попал в ГДУ, у человека проблема с организованной преступной группировкой, которая активно сейчас развивается и захватывает все более и более круги власти. И туда входят и власти, и силовые структуры, и службы безопасности, МВД и так далее. Итак, человек приехал в Мексику, едет в Тихуану. Представьтесь, пожалуйста.